всем привет сегодня мы продолжим серию роликов про крут а именно мы сегодня научимся создавать как обычно сперва мы идем в рутер файл рута и создаем новый путь нью нью создали новый путь теперь нам нужно создать соответствующую функцию идем в наш контроллер и создаем функцию нью как мы понимаем любая функция контроллер сперва принимает кон возможны параметры здесь они нас не интересуют так снова рендер комп темп и у нас будет называться нью html итак поскольку мы создаем объект нам нужно передать через сайт то есть по сути дела мы передаем для формы чинж сайт если вы например работали с плеем скала play фармворком то там присутся похожий паттер то есть мы создавали форму и отправляли ее клиенту а потом считывали эту форму и здесь присутствует нечто похожее то есть нам нужно создать чинь сайт чинь сайт естественно он у нас будет пустым порт чинь сайт и мы передаем его в наш темплей то есть пишем чинь сайт может даже сократить то есть мы по сути дела как будто бы передали форму которую юзер будет заполнять теперь нам нужно создать соответствующий темплей кстати как вы видите мы вторым параметром здесь не передаем никакие параметры потому что эти параметры будет заполнять у нас юзер так идем в нашу папку home и создаем соответственно new html и и x и так здесь мы опять будем пользоваться модулем феникс html мы не будем использовать классические теги html типа форм можно но не будем мы будем использовать феникс так что нам нужно будет здесь указать пишем форм форм для нашего отчинчивства это который мы передали куда он будет куда эта форма будет отправляться то есть roots home path данный home path еще не существует как он как крейт фэн так конец функции пишем и теперь нам нужно поле ввода поле ввода опять же из используем феникс функции которые вы можете найти и феникс и феникс эликс эликсер html то есть вот здесь вот список возможно функций, которые можно применять. Нас интересует поле ввода, значит, p-text-input, пишем f параметр. Теперь для чего мы сперва будем это использовать для поля eng, placeholder, placeholder используем, и класс formControl, formControl, так, placeholder, placeholder, какой, например, можно использовать. Например, напишем your English word in English, а здесь написано перевод по-русски. Так. И нам нужна еще, упс, нам нужна кнопка, нам нужен submit, submit, пишем create. То есть при нажатии этой кнопки у нас вот эти данные, которые мы здесь создали, передадутся по соответствующему пути. Мы его еще не заполнили. то есть пишем класс, здесь пусть будет кнопка btn, primary, и пусть будет она у нас green, просто так, просто мне хочется, чтобы она была зеленой. так. Сделали. Теперь нам нужно создать соответствующий путь. То есть мы снова идем в router, файл router и создаем соответствующий путь. Здесь мы используем метод пост вместо get и метод create. Он будет называться. Отлично. Теперь нам нужно снова обратиться к нашему контроллеру. Идем в контроллер и создаем соответствующий метод. Метод называется у нас create. Снова передаем con. Здесь у нас будут параметры. Давайте их проинспектируем заодно. Посмотрим, что мы будем вытягивать. your put your inspect params. Так. Сделать нужно пару поправок. В очередной раз копипастится зло. Нужно тут было исправить роз. На роз. Сент на роз. Не обратил внимание. Это первое. И второе. Здесь pattern matching идет сверху вниз. Было у меня вот так вот. То есть у меня до ню даже никогда не доходило. И возникала ошибка, естественно, потому что я не мог тут распарсить. И здесь, естественно, возникала ошибка, потому что параметр ню какой-то неизвестный для рипа поступал. Поэтому не забывайте и не допускайте таких ошибок. То есть помните, что партия сверху вниз. То есть если у вас какой-нибудь pattern matching, то рассматривайте правильный порядок. такс. После того, как вы все сохраните, у вас получится вот такая форма по данному адресу. То есть как мы с Word English, перевод по-русски и кнопка Create. Мы отправляем на запись. Но пока она у нас не работает, поскольку мы никаких записей не делаем. Для этого мы перейдем теперь снова в контроллер и посмотрим, что такое парамс. Давайте сделаем пробный. Пробный, 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 даже не знаю, какое слово, не лезет никакие. Dog. Собака. Create. Сейчас, естественно, будет ошибка, но она нас не волнует. Нас другое волнует. Нас волнует, что такое парамс. Вот это, что такое парамс. Как он выглядит. И вот мы, собственно, видим, что нам нужно вытянуть вот это слово Word. Вот эту вот мапу. Вот из этой мапы нужно вытянуть вот эту мапу. То есть мы так можем и написать. Мапа, в которой есть некоторые слова Word. И здесь у нас соответствующая пара слов. Назовем ее Word. Так, теперь это нам больше не нужно. Так, что тут еще прошу обратить внимание на CFC токен. Это у нас автоматически идет защита от CSRF. А так, кому интересно, почитайте в гугле. Обычно нам приходится этот ключ своими руками. Но Phoenix опять же позаботился об нас и сделал нашу передачу данных более безопасной. Так. Вот у нас, значит, есть некоторые параметры, которые мы хотим передать базу данных. То есть вспоминаем, что мы делаем, когда мы создаем новую запись, хотим осуществить новую запись. Нам нужен changeSet. Передать сюда пустую, голую структуру и передать параметры, которые мы хотим применить. Так и делаем. То есть вот функция у нас changeSet. Передаем пустую структуру и передаем параметры, которые мы хотим передать. В данном случае мы их забиндили на Word. Это у нас возвращается, помним, как всегда, возвращается changeSet. Теперь, как мы помним, changeSet может содержать, вернее не может, а содержит слово valid. И оно бывает разное вручение. Оно может быть true, а может быть false. То есть мы должны использовать caseStatement. repo.insert. repo.insert. Используем changeSet.do. И тут у нас следующие варианты могут возникнуть. У нас может быть успех. Успех. То есть произошли нужные изменения. Тогда что мы сделаем? Мы создали запись базы данных. Мы перенаправим на главную страницу нашего юзера. И сделаем ему небольшое сообщение к рейде. И также нам нужно перенаправить. Используем redirect, 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 redirect. Куда? Topic. И здесь снова указываем путь roots. HomePath. Перенаправим снова connection. И метод у нас... Мы будем отправлять на главную, на индекс. Так и пишем. Индекс. Так. Теперь, допустим, у нас произошла какая-то ошибка. Ммм. Наши варианты. Вариант у нас следующий. Мы будем снова отображать эту же самую страницу new. Возвращаться обратно. Поэтому мы render. Снова нужно передать обязательно connection. New. И передать наш changeSet new. с теми данными, которые мы попытались заполнить. Так. Сохраняем. Как видите, я уже ввел вставку. Попробуем еще раз. Перейдем по new. Введем cat. Сперва размотрим удачный вариант. Code. Create. Вот у нас инфо, которое мы передавали. И, соответственно, список автоматических слов, которые мы используем. Ну и шутка от Чака Норриса. Так. Мы можем апдейтить. И сообщение исчезло. Теперь, откуда появляется это сообщение. Вот мы используем функцию putFlash. А оно у нас... Можем наблюдать его в layout. В layout, 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 layout. Вот. AlertInfo. AlertDanger. Теперь, допустим, что у нас пошло что-то не так. Нам нужно сообщить об ошибке. Для этого, вот здесь, мы будем использовать еще одну функцию. Roar. Нижнее подчеркивание. Так. Используем здесь наш чин-сет. И нас интересует поле анг и роз. И... Так. Отлично. Теперь, откуда у нас берется? Если помните, мы чин-сет, он же у нас может быть как? Иметь поле valid true и... Valid у нас может быть двух значений true или false. Но если у нас false, то у нас будет поле, содержащее... Поле error, которое содержит ошибку. Вот мы оттуда ошибку для соответствующего поля и пытаемся выйдут. Протестируем. Пишем. New. Допустим, попробуем вообще пустые бланки. Blank, blank. Give me blank. Допустим, мы сделаем только одно. Can be blank. И теперь... Кому интересно, может оформить это все красиво. Так. И вместо того, чтобы писать вот здесь вот постоянно New, New, сделаем ссылочку. Сделаем ссылку на индекс, индекс страницы. Ссылки у нас, как мы помним, вот таким образом создается. Сейчас мы ее подправим. Напишем. Напишем здесь. Class. Btn. Btn. Orat, здесь будет у нас Create. Hmm, хотя нет, лучше, add. Add word. И... И... И так, вроде как все протестируем. Вот наша кнопочка. Все, все готово. Теперь мы умеем создавать новые записи в базе данных. В следующий раз мы разберем, каким образом мы можем обновлять запись, а потом удалять. See you next time.